В Гомельском государственном университете имя Франциска Скарыны реализовали проект по бизнес-эдукации школьников. На протяжении недели они выучали особенности реализации креативных идей и работы в умовах конкуренции. Что с ГТГ отрималось, ведают наши корреспонденты. Отримать начатные виды по ведению властного бизнеса на экономическом факультете ГДУ имя Франциска Скарыны запросили наученцев 9-11 классов. Кали ведать правила рынку и перспективы его развития, зарабить властное хобби по спеховым бизнесам задача не простая, а реальная. С чего начинать работу, что необходимо продугледить при распроцовце проекта и как презентовать свою бизнес-идею. Простый день амаль 70% старшеклассников, які наведали теоретичные занятки, пришли во университет знов. Але теперь уже с конкретными напрацовками. Команда наученок 8-й Гомельской средней школы пропрацовывая идею открытия крамы по продаже кветок. Об конкуренции на этом рынке девчонки ведают добро, але все равно лечат его перспективным. Тем больше, что до обычных методов работы можно будет додать сучасные интернет-технологии. У нас будет естественное место для фотографий, потому что сейчас много кто зарегистрирован в социальных сетях Инстаграм. И людям нужны новые красивые локации. Мы будем отличаться разнообразностью выбора. То есть у нас будут цветы, синие розы, черные, радужные. И это действительно актуально, потому что этого ни у кого нет. То есть мы будем отличаться своей оригинальностью и подачей. Увогулі пропанаванные гомельскими старшоклассниками проекты самые розные. От стварения киностудий с новыми макчымастями до распрацовки компьютерной гульни. Профессиональные эксперты бизнес-идеи оценивали с позиции их життяздольности у реальных рыночных умовах. После завершения опошней презентации организаторы признаются. Такой креативности от старшоклассников навык не чекали. А тому за всем не супраць бачить вселетних выпускников сярос своих студентов. Тем больше, что с этого года в университете открывается новая специальность – сфера профессийной деянности. Анализ рынку с наступными рекомендациями по метазгодности распрацовки и укороненні новых проектов. Наша цель сегодня состояла в том, чтобы, во-первых, школьники могли сформулировать те, наверное, идеи, которые им интересны, которые могут в дальнейшем позволить им интересно жить и при этом еще получать доход. Понятно, что сегодня они школьники и, наверное, они все риски, проблемы, с которыми они могут столкнуться в дальнейшем, они не видят. Но они могут построить, во всяком случае, модель своего будущего бизнеса. И это дальше им уже даст возможность продвигаться. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Александр Лупиненко, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».